Это канал Техатака и сегодня у нас 10 причин, почему iPhone X это отстой. Те, кто давно пользуется яблочными гаджетами, даже не замечают, что их, мягко говоря, дурят. Американская компания с логотипом надкусанного яблока почему-то решила, что она самая лучшая в мире, и поэтому за её телефоны нужно платить баснословные деньги. Есть ли смысл, кроме понтов, покупать айфоны? Вот 10 причин, почему iPhone X отстой. Во-первых, для iPhone X придётся покупать толстый противоударный чехол, поскольку цена на ремонт как дисплея, так и задней крышки окажется ещё более несуразной, чем цена на сам аппарат – около 30 тысяч рублей. Во-вторых, вас как владельца будет раздражать дизайнерский вырез на дисплее, который не умеет толково использовать стандартное приложение, оставляя вместо этого отрезанный кусок картинки. В-третьих, в iPhone X, ставший привычным многим датчик отпечатка пальцев, заменили систему распознавания лица Face ID, которая корректно работает лишь при определённых условиях. Если такие условия отсутствуют, например, система не узнаёт владельца или попросту не поддерживается приложением, пользователю придётся вручную вводить пароль. Если речь идёт о банковских приложениях, это может быть ещё и опасно. Пятая причина не покупать iPhone X – это отсутствие стандартного аудиоразъёма на 3,5 мм. Пользователь такого смартфона обречён на поиски и покупку новых наушников или покупку переходников по 800 рублей за штуку. Последние, в свою очередь, будут ломаться и теряться. Самые дешёвые наушники с разъёмом Lightning стоят 2400 рублей. Шестая причина – это откровенное жлобство компании Apple, которая разрекламировала функцию быстрой зарядки для iPhone X, но не положила в коробку к устройству достаточно мощный адаптер. В комплекте идёт зарядное устройство на 5 Вт, а чтобы пользоваться быстрой зарядкой, нужно отдельно покупать вилку на 29 Вт. Седьмая причина, почему iPhone X – это отстой – это его глючность. Точнее, глючность операционной системы iOS 11.1. Уже вышла новая версия 11.2, которая была создана для того, чтобы убрать глюки. О том, почему iOS 11 работает плохо и глючит, исписаны миллионы страниц. Даже подвальные китайцы себе ничего подобного не позволяют. Восьмая, а также девятая причина – раздражающая пользователя манера iPhone X требовать подключения к Wi-Fi для обновлений даже при наличии скоростного мобильного интернета, а также общее отсутствие технологических новинок. Apple просто застряла в прошлом, сосредоточившись на рекламе и маркетинге. Наконец, десятая, но не последняя по значимости причина – отсутствие второй сим-карты. И это в то время, когда многие пользователи с удовольствием и третью бы в свой аппарат воткнули, чтобы пользоваться преимуществами тарифов разных провайдеров. Бонусная, одиннадцатая причина – это цена. По нашему мнению, iPhone X должен стоить 500-600 долларов, не больше, а так он стоит 1000. Не стоит он этих денег. На сегодня у нас всё, друзья. Пожалуйста, подписывайтесь на Техатаку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!